Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мир вам, Господи, дорогие мои братья и сестры, и всем верным чадам Христа Бога нашего, я, и романах Афанасий, являюсь подданным Его Величеству Государю, Державному Патриарху Зосиме. Горю желанием засвидетельствовать свою преданность и верность и любовь к Царю и к Русской Православной Церкви Царской Империи. По причине моей духовной нищеты я не смогу выразить и объяснить свои чувства и кем для меня является Державный Зосима. В моей жизни не было такого человека, от слов которого загоралось в мое сердце, такой любовью, такой сердечной теплотой, духовной радостью, что становлюсь как ребенок и умиляюсь от слов словес его, из уст его исходящих. И в эти минуты хочется только одного – благодарить Семену Всего Бога. И я благодарю Его. Благодарю, что нахожусь в Русской Православной Церкви Царской Империи, что являюсь участником всех четырех соборов, в том числе и земским. Благодарю, радуюсь, что многие мои братья и сестры испытывают те же самые чувства и ту же самую любовь. Благодарю Бога, что у моего народа все и больше и больше открываются глаза, и пелена, и у действующего колдовства спадает соча сего. Чувства радости и благодарения наполняют мое сердце, когда я вижу, Господи, как народ Твой, возгорелся великой любовью и ревностью к Тебе за чистоту веры, за помазанья Твоего, которого Ты им даровал нам на последние времена. «Но вражий дух силен, окутал всех и усыпил этот дух иудействующего, дух антихристовый, который покорил уже все власти мира. Так и говорится в предании, и примут его, и поклонятся ему. Но Господь своих чад не оставит, как не оставил на своих апостолов». В апостольские времена за Господом шла кучка рыбаков, которая по сердцу узнала его. То же самое и происходит и сейчас. Много людей, которых и духовно нищих, как и я, почулись по сердцу своему, что здесь, в устах его, сам Господь. И сердце его предано Господу, и чувства ее преданы Богу. И как же не пойти за тем пастырем? И по любви своей великой, к нам грешным, дал нам Господь по сердцу своему, по мазанька своего, пророк Елию, державного патриарха Зосиму, который в ревности любви своей к Богу, за проповедь Евангелия, за облегчение всех нечестивцев и предателей, и в действующей власти Ариафии, за облегчение Тихриста, его главного предтечу Кирилла, заточен в темницу. Хотелось бы остановиться немножко, что задумал враг. Враг, это мое мнение, прежде всего хотел поразить пастыря, а вот с Иссаром и разойдутся. Но Господь умудрил так, что в этом заточении мы только окрепли. У нас проявилась такая любовь к помазанку, такая вредность по Боге, и мы видим сейчас по нашим братьям и сестрам, как пламенеет эта любовь. Может быть, раньше этого не было, потому что, когда все хорошо, все добренько, то и не чувствуешь этих чувств. А так и молитва возгорела в сердцах наших, и любовь проснулась. И все, немножко изменилось нас. Мудрый Господь, в делах своих. Я грешный геремонах со всеми, честно в вере православных стоящих, проклиная всех, кто ненавидит креста Бога нашего, кто хулит дух от святого его, кто порабощает свой народ, обворовывая его, его веру, его достояние, прихватизируя богатство земли русской. Проклинаю вас псов и их действующих, кто прилизывает ножки их, этой безбожной власти. Это вас, палачей медицины, за убийство нерожденных детей, кто поглумился над телами человеческими и устроил бизнес на органах своего народа, своих людей. Всех основателей ваших законов Конституции Арефии, в частности, ст. 29 и 2, где подменяется и искажается наша вера, вера наших святых отцов и Церкви Христовой. Здесь бы хотелось бы остановиться на этих статьях, но я думаю, что наши братья и сестры все обличили все эти хитрости и ловки антихристовые. Проклинаю вас всю вашу систему, где учитель становится растлителем детских душ, врач, это, как я говорил, уже это палач, охранник природы, леса, это злостный браконьер, где научные достижения это паутина пленения человеческого ума, где народная милиция встала в полиции, а вернее, это как бы палицей в руках антихристовой системы, которая избивается и наказуется всяк человек, выражающий свои чувства справедливости, чистоту и исповедничества всех вас. Кто приложил свою руку с искажением догматов веры нашей, православной, кто служит нечестивому антихристу, тем более, кто облачается в священнической одежды, кто не родит о спасении дух человеческих, кто, прикрываясь рызой, творит беззаконие и всякое богоопротивное учение, даже доходит до всяких колдовских ритуалов, масонских обрядов, всем вам, колдунам, магам, сатанистам и всем иудействующей власти, предателям своей веры и своего народа, да будет анафема, анафема, анафема. Так знаете, понимаете, нечестивцы, мы вас не боимся и подчиняться вам мы не будем. Мы народ Бога живаго, Ему одному услужим и Его власти мы покоряемся, а власть от Бога это Его помазанник, который помазается, венчается по Его святой воле. Он наш, Он посланный нашему русскому народу на исправление и спасение своих душ. устрояй, Боже, помазаннику Твоему, пророку Ильи, державному патриарху нашему Зосиме, здравие и силы, твердость и благородство, и многое, и благое лето. Аминь, аминь, аминь. Спаси все, Господи.